Я вернулся из отпуска, и сегодня я расскажу вам о игре под названием Killzone 3, или Охотничьи Угодья 3, на ваш вкус. Действия этой игры разворачиваются на планете Hellgun, в далёком будущем. На планете Земля и Вектор сдержаются против сил Хелгаста, собственно, на планете этих самых Хелгаста. Жанр игры, шутеров первого лица, графика в игре приемлема для года выпуска, и никакого мыла. Также можно отметить то, что несмотря на неудачный сюжет, в этой игре превосходный онлайн режим. Если в компании вы и ваш напарник два суперкрутых героя, то в онлайн все намного веселее. Это есть классовая система, как в Team Fortress или, скорее, как в Enemy Territory of Weight Wars, то есть врачу им без снайпера здесь не так. Также имеется система званий и открытия способностей за специальные очки. В онлайне всего три режима игры, операции, зона конфликта и партизанская война. В операциях одни защищаются, другие нападают, уничтожая, захватывая или делая что-нибудь еще. Совсем как СССР в Банле Аутермене 2004. В зоне конфликта просто есть семь раундов, где команды выполняют разные цели. Первый раунд, например, взрыв цели Хелгаста, а второй убийство игрока земляния или просто дезматч. Партизанская же война. Прилагает он традиционный, без матч между двумя командами. Кабли по ночам мало, но в игре есть 3DOS, продающаяся по 173 штука и все разом за 335. Впрочем, в бывших электронную версию все уже есть. Что же до сюжета? Здесь все очень умило. В прошлом части мы и любим императора Холгарска в Скалор Ализаре, и теперь смотрим все. Сюжет построен на принципе. Вон там панк, давай взорвем его. Там вражеский космический крейсер, давай взорвем его. И так далее. Но есть и плюс. В некоторых местах, где по сюжету надо ставить зеркчатки или какие-то пинтели, делать это надо не просто нажимаем кнопку, допустим, на кресло, а поворачивая контроллер в руках. Или можно летать на джетфарке, построивая все в подряд в миссиях во льду. В целом, компания тоже имеет пара приятных мест, но все же онлайн будет получше. Думаю, я сказала вам уже все, что можно сказать об этом классическом шутере. И на этом я закончу свой обзор. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok